МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Водопровод провели, а воды нет. Жители поселка Компанейск продолжают жить без благ с цивилизацией. Прошло третье десятилетие. Центральную улицу в Балхаше не могут отремонтировать вот уже два года. На очередном аппаратном совещании глава региона уделил особое внимание вопросу ремонта автомобильных дорог. Торговля и веселье. В поселке Куяндэ отметили 170-летний юбилей Куяндзинской ярмарки. Теперь местные жители намерены возродить традицию проведения ярмарки. Водопровод провели, а воды нет. Жители поселка Компанейск продолжают жить без благ цивилизации больше 20 лет. Несмотря на завершение строительства водопроводных сетей, в поселке все еще нет воды. Некоторые вынуждены покупать ее в сортировке и майкудуке. Другие же и вовсе пользуются колодцами, которые сильно загрязнены. Так жители поселка Компанейск, он же бывший ЖБИ, собирают дождевую воду. Позже эту воду используют для бытовых нужд. Иного выхода у жильцов многострадального поселка попросту нет. Здесь более 20 лет не было водопровода. В прошлом году люди смогли вздохнуть с облегчением, когда компания Нурлотабес завершила в срок работы по строительству водопроводных сетей. Однако счастье жителей было недолгим. Водопровод провели, но вода в кранах так и не появилась. Воды нет до сих пор. Вода – источник жизни. У нас дети все будут больные. В 21 веке живем, пьем воду с колодца, кто-то пьет, кто-то привозит, кто-то покупает. Но, как известно, на все не хватает денег. Вот мама, пятеро детей, у меня трое детей. Я не говорю прям, что я бедствую, нет. Но вода должна быть. Мы требуем просто воду. Мы не требуем бесплатную квартиру или жилье, или землю. Мы просто хотим, чтобы у нас была вода, и мы за это будем платить. Как все нормальные люди. Все-таки живем в 21 веке. Просим государства, чиновников, правительства Акимата, услышите нас, увидите. Мы тоже люди. Хотим жить нормально. Жизнь у нас одна. Местные жители устали обивать пороги Акиматов. Они хотят, чтобы в поселке, который находится в черте города, наконец появилась вода. До строительства водопровода единственным спасением для людей были колодцы. Однако сегодня вода в колодцах сильно загрязнена. Поэтому источник жизни здешний люд вынужден приобретать за деньги. Это значительно бьет по карману простого народа. Брали мы воду из колодцев. Колодцы у нас как-то одно время вроде были хорошие. Сейчас вода очень грязная, очень соленая. Там в эти колодцы идут талые воды. Весной снег тает, все в колодцах. Там навоз, там навоз. Везде грязь, везде это самое. Все идет в колодцы. Эту воду невозможно пить. Нет, мы покупаем воду. Кто где? Кто в майкудуке, кто в сортировке, кто в магазине, кто где? Отсутствие воды, которая стала причиной страдания сотен семей, чиновники объясняют тем, что некоторое время не могли определиться с услугодателем. Поначалу водопровод должна была принять на баланс темиртауская компания Охжетпес. Однако, ввиду отказа компании, чиновникам пришлось начать переговоры с предприятием Караганды-Су. Технические условия были выданы темартавской Охжетпес. Но из-за большого расстояния объекта от самой организации, Охжетпес отказался от принятия данного объекта. После переговоров с Караганды-Су, Караганды-Су решила принять данный объект на свой баланс. По словам специалистов, в конце августа Караганды-Су примет на баланс водопровод в поселке Компанейск. А в сентябре люди наконец-то получат воду. Тухжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Предполагаемым поджигателем мебельного магазина в Караганде оказался его сотрудник. Подозреваемым оказался менеджер магазина. Вторым фигурантом является тоже сотрудник ЗЭТА. Об этом стало известно во время судебного заседания, на котором судья Руслан Мукатаев избрал меру пресечения подозреваемого в виде ареста. Мотив поджога так и остался невыясненным. Напомним, что пожар случился в ночь на 15 июля. Уничтоженная огнем площадь составила 350 квадратных метров. На следующий день после пожара руководство компании объявило вознаграждение в 5 миллионов тенге тому, кто сообщит информацию о поджигателе. На записи со служебных видеокамер видно, как мужчина умышленно облил торговый зал бензином и поджег. 24 июля стало известно, что полицейские задержали подозреваемого. Центральную улицу в Балхаше не могут отремонтировать вот уже два года. Текущую ситуацию в городе цветной металлургии обсудили на очередном аппаратном совещании в областном Акимате. Глава региона уделил особое внимание вопросу ремонта автомобильных дорог. Состояние автомобильных дорог в городах и районах – один из вопросов, который подвергся активному обсуждению на аппаратном совещании. Заместитель Акима области Аслбек Десебаев акцентировал внимание на ремонте дороги по улице Ленина в Балхаше. Работы по асфальтированию автодороги не могут закончить второй год подряд. У нас вопрос по организации работы получается самой города Балхаш. Улица Ленина, как вы знаете, которую в прошлом году деньги снимали, в этом году там подрядчик есть. На сегодняшний день пока еще не приступили к укладу мест. Да, Балхаш. Главу региона подобное положение дел возмутило. Он обратился к Акиму Балхаша Александру Аглиулину, подчеркнув, что это проблема первостепенной важности. Возвращаясь к этому вопросу, это вопиющий случай. Центральная улица города Балхаша. Два года, два года Аким не может… Мы деньги выделяем с области к сведению. Аким не может справиться с этим вопросом. Я предупреждаю, Александр Минвалидович, или вы добьете улицу Ленина, или улица Ленина вас добьет. Также Аким области Ерлан Кушанов поручил руководителю областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аскербеку Халтонову следить за выполнением ремонтных работ на дорогах. Он подчеркнул, что работы должны проводиться в срок, до наступления неблагоприятных погодных условий. И вообще не затягивайте. Сезон уже проходит. Особенно дорожные работы, строительные, дорожные у нас. На октябрь Халтонов не нужно оставлять. Когда дожди и холода пойдут. Вопрос с ремонтом автомобильных дорог в регионе осложняет закрытие на плановый ремонт Павлодарского битумного завода. Это может привести к росту цен на битум. Однако чиновники заявляют, что у подрядчиков имеются запасы. На совещании подчеркнули, что это ежегодная ситуация, а потому она не представляет особого риска. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинцы получили возможность проводить церемонии бракосочетания в современном, просторном и красивом дворце торжеств. Подарок землякам сделал предприниматель Булат Кужакпаев. Это вклад бизнесмена в реализацию программы Рухани Жанру. Новое величественное здание оценил Аким Карагандинской области Ирлан Кушанов. Прежде дворец бракосочетаний находился в здании старой постройки, которая обветшала, стала неудобным и тесным. Предприниматель Булат Кужакпаев на свои средства построил ресторанный и гостиничный комплекс с залом торжеств. В момент посещения в зале торжеств происходила регистрация молодоженов, чествование золотых и серебряных супружеских пар. Аким области поздравил семьи со знаменательным событием. Ирлан Кушанов особо отметил, что такой дворец карагандинцам давно был нужен. Карагандинцам такой дворец нужен был давно. Теперь связать себя узами брака можно в современной, торжественной и красивой обстановке. Я уверен, этот просторный дворец любви, где создаются новые семьи, принесет молодым счастье и благополучие. Это не просто подарок городу, это пример патриотизма, меценатства и хороший труд. Очень важно участие каждого жителя, каждого предпринимателя нашей страны в реализации программы «Рухани Жангару». Герои торжеств поблагодарили власти и предпринимателя за возможность устроить памятное событие в красивейшем месте. Один из них – пенсионер Марак Тажетденов. У «Золотой Читы» сейчас взрослые дочь и сын, четверо внуков и четырехлетняя правнучка. Глава семьи вспоминает, что 50 лет назад свадьба проходила в доме родителей. С вами проходила в доме родителей, в Майкадуке, по улице Узловая, 35. Я работал тогда в профтехучилище номер 3, сам директором уже, я быстро рос. Она приехала в гости к моим родственникам, к моей сестре, там мы и познакомились. Но особое внимание в этот день уделено молодоженам. В торжественной обстановке браком сочетались Дидар Молдабеков и Айгирим Батырбекова. На самом деле, когда мы зашли, мы, наверное, очень сильно поразились, сколько золота, сколько красоты здесь. И, знаете, организация была потрясающей. Поведение, то, что сам Аким пришел, это было, на самом деле, очень шок, мы не ожидали. И очень приятно, что пришли юбиляры золотые и, получается, серебряные семьи. Очень приятно. Такие интеллигентные люди пожелали нам самого крепкого счастья. Стоимость проекта составила около трех миллиардов тенге. Общая площадь здания – 16,5 тысяч квадратных метров. Месяц назад сюда переехал районный отдел РАКС. Районные власти особо подчеркивают, что помещение предоставлено на безвозмездной основе. Договор заключен между ИП Кожакпаев Буланджим Ангаринович и ГУ аппарата Киморайона имени Казбик-Би города Караганды на предоставление на безвозмездной основе сроком на 10 лет помещения корпуса Б, именно зал и торжеств Ак-Сарай, площадью 270 квадратных метров для районного отдела записи актов гражданского состояния района Казбик-Би города Караганды. Подчеркиваю, на период 10 лет. С этого года договор у нас подписан 6 июня 2018 года. Сотрудники учреждения отмечают, что условия работы стали более комфортными. За июль здесь уже произведено около 500 актов регистрации. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В поселке Куянде отметили 170-летний юбилей Куяндинской ярмарки. В праздничных мероприятиях приняли участие более 2000 человек. Теперь местные жители намерены возродить старую традицию. Куяндинская ярмарка в 19 веке считалась самой крупной в казахской степи и собирала тысячи купцов. Празднование 170-летней знаменитой ярмарки, ставшей торговой маркой «Сары Арки», началось с юбилейных торжеств. Построенные в предгоре белоснежные юрты и звонкий звук дамбры придавали деревне еще больше атмосферу праздника. В истории казахского народа Куяндинская ярмарка имеет большое значимое место наравне с «Шелковым путем». Эта ярмарка не только способствовала развитию Каркаролинского округа, но и раскрыла торговый потенциал. Благодаря ярмарке народ начал объединяться и заниматься производством. История гласит, что основателем Куяндинской ярмарки является Ялутеровский купец Варнава Серафимович Ботов. В 1814 году его отец Серафим Ботов отправился вглубь казахской степи. Достигнув урочища Каркаролинска, он удачно обменял товары на скот. Умирая, Серафим наказал сыну, чтобы он ехал торговать в Каркаролинский округ. Прямой потомок Варнавы, Вероника Ботова, стала на празднике почетным гостем. И вот Куянды с тех пор прославилась не только здесь, в Казахстане, на казахской земле, но и тогда это была царская Россия. В советское время тоже Куянды работали, но потом был период, когда закрыли эту ярмарку. И вот сейчас я очень благодарна Акиму, что вспомнили, что 170 лет прошло. Но вспомнили, что есть такие родственники Ботовых. Пригласили нас сюда. В былые времена в Куянды собирались торговцы из Индии, Монголии, Китая и Японии. Ну а теперь приехали владельцы ферм и торговцы из разных частей района, чтобы принять участие в сегодняшней ярмарке. Вместе с продуктами и одеждой они продавали коров, овец и коз. В целях возрождения Каиндинской ярмарки мы привезли скот на продажу со многих аулов. Всего их около 30. Проходимость очень хорошая, так как цена на них ниже рыночного. И какая же ярмарка обойдется без спортивных состязаний? Гости коротали время, состязаясь в различных видах спорта. Победители наградили призами. Организаторы отмечают, что в ярмарке приняло участие более 2000 человек. Все они остались довольны тем, что ярмарка возродилась и обретает новый смысл. Мульдир Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. День работника транспорта отпраздновали в сортировке. Перед Дворцом культуры была организована концертная программа с участием талантливых исполнителей. На мероприятие были приглашены как действующие работники, так и ветераны отрасли. Для большого семейства Мукеевых День работника транспорта – особенный праздник. Ведь и отец, и сыновья посвятили своей жизни железной дороге. Бактабай Мукеев работает монтером пути на протяжении последних 43 лет. По его стопам пошли его дети. Свой профессиональный праздник Бактабай Таукелла, который год подряд проводят на масштабном празднике у Дворца культуры железнодорожников в сортировке. За свой долголетний труд Бактабай Мукеев получил множество наград. Самое ценное из них – знак «Почетный железнодорожник». Мои награды – это заслуга многолетней работы на железной дороге. Три года назад мне вручили высший отраслевой знак «Почетный железнодорожник». Я благодарен, что мой труд ценится. Мои сыновья тоже трудятся в этой сфере. Каждый год мы приходим на праздник, приуроченный ко дню работника транспорта. Настроения отличные. Работников транспорта с профессиональным праздником поздравило их руководство в лице новоиспеченного директора карагандинского филиала компании КТЖ «Грузовые перевозки» Марата Ибраева. Также он рассказал о том, что всего несколькими днями ранее в торжественной обстановке были награждены лучшие сотрудники компании. Наши железнодорожники, которые отработали на карагандинском отделении, работники ГКП, за свой труд, за профессионализм, за четкую солидарность. Мы буквально в пятницу торжественны были. На торжественном мы от себя лично, от отделения ГКП, от руководства компании Акимата области, Акимата района, Акимата города своим работникам поздравили почетные грамоты. Значит, три почетных железнодорожника у нас. Примечательно, что ежегодно День работника транспорта запоминается яркой праздничной программой. Для жителей поселка выступают талантливые сольные исполнители и танцевальные коллективы. Не стал исключением и этот год. Местные жители наслаждались праздником и спешили поздравить работников транспорта. С каждым годом видно, что людей становится больше, организация подходит. Дискотеки, аттракционы. Все эти дни гуляют. Начальник депо сейчас приходили и все поздравляли. Всех пенсионеру пригласили. Спасибо ему за их внимание. Поздравляю всех наших железнодорожников. Повышение зарплаты. Чтобы на работах было все тихо, мирно. Колеса наши крутились. И всегда был зеленый свет. Всех с праздником. Насыщенная программа состояла из музыкальных номеров, спортивных состязаний, а также игр для детей. Остались довольны как работники транспорта, так и местные жители, отметив, что мероприятие прошло на высоком уровне. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганду приехал новосибирский цирк «Шапито». Ламы, леопарды, собачки и обезьяны – все эти животные готовы подарить смех и радость зрителям цирка «Золотой дракон». Также в программе опасные трюки, которые в мире исполняют лишь единицы. Это один из сложнейших номеров в исполнении директора и артиста цирка «Золотой дракон» Евгения Кима. Видеть, как человека переезжает машина – зрелище не для слабонервных, и не каждый сменчак возьмется за исполнение данного трюка. Но храбрость и упорство Евгению не занимать, поэтому сегодня он радует этим номером маленьких карагандинцев. Евгений – представитель известной цирковой династии. Любовь к этому искусству у артиста в крови. Вот уже долгие годы он разъезжает по странам дальнего и ближнего зарубежья с увлекательной программой. В ближайшее время зрелищными номерами цирковых артистов будут наслаждаться жители и гости шахтерской столицы. Мы не то, что Караганду выбрали, мы выбрали в этом году Казахстан. У нас Караганда – это, по-моему, шестой город в этом году, где мы с нашим цирком гастролируем по Казахстану. Очень адекватный у вас зритель. Сегодня вот премьера прошла, прям тронула чуть ли не до слез. Прям замечательный зритель. А это канатоходцы из Кыргызстана. Многие не подозревают, что за успешным двухминутным выступлением стоит многочасовой труд. Молодые люди работают в цирке около шести лет. Когда они выходят на манеж, замирает весь зал. Если выступление джигитов заставляет зрителей переживать, то номер с забавными обезьянками всех веселит. И подобных ярких номеров в новосибирском цирке Шапиту не сосчитать. Золотой дракон готов очаровать абсолютно всех. Здесь зрители могут посмотреть как на милых собачек, так и на грациозных диких кошек. Премьера, состоявшаяся в минувшие выходные, не оставила равнодушными детей, которые за миранием сердец наблюдали за каждым выступлением. Самые преданные фанаты цирка признали, что им полюбилась насыщенная программа «Цирка. Золотой дракон». Побольше бы таких цирков. Мне очень понравилось. Здесь представление необычное, красивое. Цирк очень классный, захватывающий, просто супер. Я давно не была в цирке, пришла, и это просто было замечательно. Я не могла оторвать глаз от этого цирка. И это действительно самый лучший цирк, который я когда-то видела. Было весело. Мне больше всего понравились гимнасты. Больше всего они выступали. Гастроли новосибирского цирка в Караганде продлятся до 26 августа. Цирк «Шапито» расположился у торгового дома «Гранд Стор». Порадуйте своих близких фееричной программой «Цирка. Золотой дракон». Артисты обещают, что подарят своим зрителям массу положительных эмоций и много смеха. Я от всей души, от всего сердца приглашаю всех жителей и гостей Караганды к нам на представление. Я вам обещаю, вы не пожалеете. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Очередная ничья в копилке «Шахтера». В минувшее воскресенье карагандинский футбольный клуб «Шахтер» принимал на своем поле «Алматинский Кайрат». Два тайма победителя не выявили. Встреча завершилась со счетом 1-1. До начала встречи никто не давал сколь-нибудь твердых прогнозов. Несмотря на то, что карагандинский клуб находится в группе аутсайдеров, игра предстояла непростая. Во-первых, с новым наставником «Шахтер» пока не проиграл ни одного матча. Результат всегда был ничейным. Во-вторых, в четверг алматинская команда провела энергозатратный матч в Голландии в рамках турнира Лиги Европы. Уже на 11-й минуте «Шахтер» мог забивать, однако Оралхану Мертаев пробил над перекладиной. Затем гости перехватили инициативу, но с созданием моментов у них имелись заметные проблемы. Вскоре после перерыва одна из атак «Шахтера» увенчалась успехом. Эган Вух обыграл соперника перед дугой штрафной и пробил в левый нижний угол. 1-0. В компенсированное время после удара Гафуржана Суимбаева мяч попал в руку защитнику и судья назначил пенальти, который уверенно реализовал Андрей Аршавин. Что хочу сказать по игре, то это то, что мы недовольны результатом. Это был хороший тур, чтобы сократить разницу очков от первого места. Мы смогли сравнять счет в конце матча и мы впервые пробили пенальти. Считаю, что до этого также было два момента в штрафной площади «Шахтера», которые могли бы нам дать больше времени, чтобы выиграть этот матч. У нас есть проблемы с этими ситуациями, но гол мы забили уже поздно и нам не хватило времени, чтобы постараться выиграть эту игру. Я на первое место поздравляю своих игроков, потому что они отдали свою игру и заступили даже победу. И за это я поздравляю своя команда. Мы их выбираем, чтобы мы были ближе до этой победной игры. Стоит отметить, что прошедший матч на тренинге, на трибунах посмотрело свыше 6 тысяч зрителей. Следующую встречу карагандинский «Шахтер» также проведет на своем поле. 12 августа наши футболисты примут команду «Орда-басы» из Шимкента. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!